Юлия Медянцева представит нам выставку своей замечательной мамочки, нашей всеми любимой, многими художниками, членами Союза писателей и прочими действительно культурными, светлыми людьми, выставку из-за Фея Куков. Юлия представит нам и расскажет немножко о своей маме, о Ирине Медянцевой, которая тактически погибла 3 апреля 2015 года при теракте в Митрон. Ирина Медянцева была вообще уникальным человеком, художником, кукольником. Работы ее были известны и неоднократно демонстрировались на различных городских, всероссийских, международных выставках. И также я была сильно тронутая, потрясена, что Ирина бесплатно проводила мастер-класс для детей, для взрослых, была доброй. И в каждом из ее произведений, в каждом из кукол живет частичка ее души. Смотрите, какие они прелестные, просто сильно добрые, живые практически куклы. Вот она не умерла, она среди нас. Юлечка, пожалуйста, расскажите какие-то личные истории, может быть. Вот мы против войн, мы против терактов, против насилия. И думаю, что следующая часть наша, можно сказать, да, вот плавно-любовная сакура, и уже следующая будет более социальная, более гражданская, соответственно, такие произведения на эту тему. Пожалуйста, встречаем Юлию Пентяновцеву. Спасибо большое, Александр. На самом деле, я очень рада присутствовать. Первый раз в данном проекте, хотя она такая знаменитая, насколько я знаю. Обожаю выступления живые. На самом деле, я хотела сказать спасибо всем, кто выступал в доме. И рассказать про мою маму, на самом деле, очень добрый, дружимый человек. В принципе, она не нуждается, наверное, в сказах каких-то. Все знали ее как дюсё, доброго человека. У нас в Улине мастер-класса, у нас есть, до сих пор, ждет, студия замечательная в доме культуры в Узерках, в Сурдовский дом культуры. Там есть студия-падельница, которая до сих пор ждет. Я сейчас продолжаю вести. Мне с мамой не хотим трениться, но мы с ним стараемся с этим поводу. Проглавляем жить. Да, у нас бесплатная студия в Узерках. Если кому-то интересна авторская кукла, да, приходите, я с удовольствием выжил вас данному делу. Крепростому. Здесь вставлены всего лишь 4 куклы мамы. У меня сохранилась коллекция из около 40-анных наработок. Прождающая выставка будет в доме в школе искусств в Кронштадте. У меня была пригласительная, у них большой выставить снега. Рассказать о маме. Елена Медянцева, Кузьминична, родилась с 6 мая 1966 года в селе Кулига в Киевском районе Узмурской республики. Выросла моя мама многодетная семья. То есть у моей дедушки и бабушки было 10 детей. Вот это да. Да. Вот это и у меня. Можете представить, сколько меня сейчас боют на братьевсосер. Греганская семья на самом деле. После окончания средней школы мама поступила в художественное училище города Кумугу. Там она учалась именно везде скульптурно и по камню. В конце, в начале 90-х годов мама переехала в Жалопатинец, Новгородская область, Сарбинский район. Там началась ее деятельность именно по преподаванию и по куклам авторским. Извечательно она преподавала в детском доме творчества, в котором, конечно же, ходили мы с сестрой. У меня есть одна из сестра, старшая, новая, старшая Алена. В связи с этим у меня художественное образование. Я преобращена к искусству. И на самом деле спасибо, Майя, большое. Очень доматливые, красивые куколки. Просто скачут ее. Скачут ее. Мама преподавала в детском доме творчества. Далее мама преподавала в школе искусства, в которой я закончила 11 лет под ее руководством. Это было все по селу Папино. После она переехала в Санкт-Петербург. Это было вполне зимой. Стена, правда, еще собаки. Да. С 2008 года мама жила в Санкт-Петербурге. Она преподавала, также продолжала развивать студительность, преподавала различные дома в культуре, в школах. Да, она проводила мастер-классы. Но в основном это были студии, да, какие-то собрания людей. И причем есть люди, которые до сих пор ходят сейчас ко мне заниматься. Они за мамой путешествуют, где шесть лет. И есть такие люди, которые из одного дома в культуре, из одного дома в культуре, ходили за мамой, куда бы она не приходила. А у нас была достойная, такая светлая душа. Да, это точно. Вот, да, и все занятия у нас абсолютно бесплатные. На фоне бюджета нашего Санкт-Петербурга. Это, наверное, на самом деле единственное, может быть, одна из единственных. Я не слышала, кто предупреждал авторы с кукольным делом бесплатные. Это точно, это обычно очень дорого. Спасибо вам. Я с мамой давно проходила курсы, но я с мамой занималась, но в основном это было под ее сутким руководством. И практически, да, я там состоялась, но мало что делала, на самом деле, по куклам. После кибели мамы, ну, там молодец, я улучшилась заниматься куклами. Я сходила, ну, в стихо, с чудесной девушкой Полине, с парой, она там приезжала. Она тоже очень долго помогла. На самом деле, мама занималась созданием кукол более 15 лет, преподавательская деятельность более 20-ти лет. Сейчас я уважаю это дело, и мама была добрым, светлым человеком, которая была востребована не только как преподавательская деятельность, да, среди людей и пшеников, она была востребована также различными коллекционерами, и ее куклы не оставляли прагнадушными ни одного человека, да. Очень известная фамилия в городе Санкт-Петербург, потому что выставляется в большом количестве галерей. Сувенир на Санкт-Петербурге у нас в центре, буквально в каждом огне сувенирном стояли маминные игрушки. Иногда из точек приходили и мне жаловались, говорили, почему, у вас и там, и там стоят, мама говорила, ну, что поделать. Друзья, меня, извините, поразило, что мама, нет, ну, это, конечно, нормально для любой мамы, закрыла дождь своим телом. Я вот думаю, это достойный аплодисмент, такой вот так героический, чтобы это показать не только бесплатно, да, вот действительно такого потрясающего человека. Да, весной, через 17 года, 3 апреля случилось страшное событие, было теракт на метро, ну, я не знаю, насколько закрыло, наверное, это взрыв, это секундное дело, там было не разобрать, в том вагоне была моя сестра родная и моя мама, сестра, слава богу, осталась живой, чтобы все обошлось. Да, и сестра рядом. Мама, погибла, да, спасибо. Спасибо, что вы продолжаете это, и что ничто не сломило вас, и действительно, дело вашей мамы будет жить дальше. Это культурно, действительно, такая вот огромная, светлая полоса и дело нашей столицы. Спасибо, что вы это продолжаете, потому что культура, она вообще многообразна, то есть, неважно, спорт это там, да, или еще что-то, то есть, вот, а у вас вот свое направление. Придерживаетесь, конечно, его, и, невзирая ни на что, на смерти, на войну, ни на что, на что-то. Мое дело, я хотела сказать подробнее, я с той трагической ряда, да, мы удалось собрать с галереей куклы, спасибо тем точкам, которые остановили тут же продажи. Сам в Старой Руси у нас галерея кукол остановила продажи, устроила самостоятельно выставку в Старой Руси, то есть, это тоже гигантское коллективо, то есть, ну, все люди отнеслись с пониманием. У нас удалось собрать, я хотела бы раздать девайс, либо, может быть, вы сами полюбуйтесь, подойдите на куклу позже, да, и возьмете здесь комендарики с мамой куклами, да, с куклами мамы, и моя визитка, на визитке есть мои контакты, то есть, в контактах будет сообщено о ближайших выставках. Куклы украсят вообще любой дом, да, потому что они действительно вот добрые, позитивные, в общем, вот посмотрите, может быть, сказать какую-то историю про кашу, как вам кажется, да, не все настолько разнообразные, но все их исследуют. Да, у нас есть только четыре кубы Старой Руси, маму, вот, с этой стороны, прекрасная девочка, это белый ангел, такой, рыжеволосый, да, у нас девочки бодуарные, наверное, это куклы мамы, 4 куклы, 3 куклы мои, и игрушки тоже мои. Девочка, да, причем, что замечательно, да, что куклы мамы умнуются просто, когда их видят где-то, они смотрят и говорят, ну, знаем этого автора, это, ну, показатель того, что это человек с опытом, с финансовым опытом. Хотела бы предложить разобрать, да, в комментариях, взять мои детские, потому что это интересно, на самом деле, на память вам подарок. Какие красивые куклы выгодные, выгодные. Прекрасная девушка называется, это девушка Горби. У нас, наверное, культуры Сузельский, появление мамы, они решили основать фестиваль кукол. Это кукольный конкурс, который приезжает со всей России, и даже у нас последний конкурс даже на границе были свои, да, кукольники. И каждый раз тема этого конкурса соответствует году. То есть у нас был год экологии, и у нас была тема про конкурсы по планете, связанная с экологией, и мама делала официальный конкурс, она уже не участвовала, но куклы на самом деле уставляли, она делала дождик, и бабочка, вы можете посмотреть на ближайшие декаблики, то есть там сайт у нас в сентябре. Замечательный мальчик, да, на велосипеде. Потому что нужно директировать, потому что это милая питерская парочка с дончиком, которую все любят. То есть парочка, которая нежная, милая, влюбленная. Замечательный мальчик на велосипеде. Называется, выходите от Серёзы Миштой, она тоже очень любима в Сетербурге, профессионеры. На самом деле, маленькая работа есть по всему миру. У нас с физограммистой отправляли, специально приезжали. Здесь мальчик, который едет на велосипеде, и за ним не может подбежаться Анна. На самом деле, очень знаменательная история. Это же история интересная, да? Очень серьезная, знаменательная, что все спешат сюда, и яхты не сплывают знания. Немного огрязываются, да, например. Мои работы — это замечательные девочки в какой-либо истории. Я уже четыре года занимаюсь по шутке рукой, но правда эта история не доросла. — Спасибо вам большое. — Спасибо, Юрия. — Спасибо вам. — Спасибо огромное. Ск DEATH АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...